13 мая по новому стилю этого года исполнилось 150 лет со дня кончины нашего замечательного святителя, миссионера, писателя, подвижника, затворника, можно сказать, Игнатия Бринчанинова, епископа Кавказского и Черноморского. Святитель Игнатий родился в Вологодской губернии, в дворянской семье, и хотя он с самого детства хотел быть монахом, не получилось у него это изначально, и он вынужден был по настоянию отца, и более того, даже, можно сказать, императора Николая I, который просто обожал его, очень любил императрица, поступил в инженерное училище императорское в Санкт-Петербурге, и первым его окончил по первому разряду, и тут же подал прошение по окончании, как бы, так сказать, в отставку, желая уйти в монастырь, принять монашество. Но император категоричен был и отправил его в одну из крепостей строить инженерные сооружения. Все-таки через год, тем более у него была серьезная болезнь, он был очень слаб здоровьем с детства, он написал прошение и упросил императора об этой отставке. Он был пострижен в монашество, ну и, наконец, занимаясь и монастырями Вологодской епархии, и другими церковными послушаниями, он был назначен настоятелем Святосергиевской пустыни под Санкт-Петербургом. И он из такого скромного монастыря, находящегося до него в некоем упадке, он превратил в удивительный и внешне, и внутренне духовный монастырь. И затем уже император и Святейший Синод, как бы, предложили ему по традиции в сане епископа, и он был назначен на Кавказскую кафедру. Кавказская кафедра только-только, собственно говоря, начинала свое развитие. Она была открыта в 1843 году, а святитель Игнатий прибыл сюда в 1858 году. Прошло буквально вот несколько десятилетий. И он нашел епархию в большом упадке. Это, естественно, Кавказская война бесконечная. Совершенно новые, как бы, так сказать, земли, которые открывала Россия для себя, Российская империя. Так и церковь, конечно, открывала новые земли. Здесь были и новерцы, и мусульмане, и язычники, и иные, причем очень много народов Кавказа. Кто-то уже прекратил войну с Российской империей, кто-то ее продолжал. Рядом была порта, так сказать, Османская империя, которая постоянно, как бы, так сказать, пыталась взорвать Кавказ, так сказать, зажечь его. Но если у них это получилось по-серьезному, то понятно, что это было бы легко и Османской империи, как бы, захватить Кавказ и идти дальше. И вот с этим всем нужно было не только государству бороться и заниматься, но и, конечно, священникам, успокаивая народ, приводя к христианству желающих иноверцев, горцев. И вот, конечно, святитель Игнатий прибыл в эту огромную, по тем размерам, епархию в таком непростом полувоенном, можно сказать, положении. Посмотрите, размеры епархии были от Ростовской области, включая Кубань, до границ с Ираном, Турцией, Грузией, так сказать, Астрахани практически и так далее. Это огромная, огромная территория. И он, безусловно, будучи очень духовным человеком и хорошим, в общем-то, администратором, многое привнес полезного и хорошего. В то время брат его родной был в Ставрополе, где и кафедра была епископа Игнатия, сначала вице-губернатором, а потом и губернатором Ставропольского края, или тогда называли Большой Терской области. И, конечно, он тоже помогал своему брату, насколько мог. Проблем было очень много. Святитель объехал всю епархию. Вот буквально все районы, и это отняло времени в его служении два года. Несколько месяцев жил на Кавказских минеральных водах и объехал всю-всю-всю епархию. Он писал о том, что очень много необразованных священников, очень много других проблем, не очень складывались отношения у него с наместником Кавказа. Что и послужило потом, как бы, его прошению уйти на покой, хотя император также этого не хотел вначале. Святитель, в том числе, все больше и больше заболевал. Заболевал, он был немощный, как я уже сказал, с детства, можно сказать. И, сославшись на свои болезни, все-таки он, наконец, обойдя предложение и новое назначение, уехал в Центральную Россию. И в Никола Бабаевском монастыре провел все свои последние годы. Это было очень промыслительно, потому что он написал много трудов. Он вел огромную переписку с многими людьми и духовно наставлял их через письма. И, конечно, на все воля Божия. И в данном случае, как и святитель Феофан Затворник, так и святитель Игнатий, оказавшись в неком затворе, оказали огромное влияние на большое количество людей. И имеют это влияние по сей день через свои труды. Труды святителя Игнатия, приношения современному монашеству и другие труды, Это настольная книга сегодня для молодых послушников, для опытных монахов, для современных людей, желающих духовной жизни, желающих заниматься аскетикой, потому что он был достаточно близок к нам по времени. И, может быть, сложнее читать Семена Нового Богослова или Исаака Сирина, но это совершенно близкий нам человек по времени, который действительно легко усвояем его труды, и его вот эти аскетические поучения о монашеском делании и о спасении. И сегодня это очень-очень полезно. Здесь же на Кавказе, конечно, он занимался и Ставропольской духовной семинарией. И он же начал строительство Янно-Мариинского женского монастыря. С монастырем сегодня у нас еще есть проблемы, в том смысле, что мы до сих пор не можем его освободить. Это до сих пор находится на территории психиатрическая больница. И работу мы ведем в этом направлении. Ну вот, то, что касается семинарии, конечно же, он, имея высочайшее образование, очень глубокий ум, как мог, общался со студентами, пил с ним чай, беседовал. И некоторые из них он отвергал, а другие же все-таки поближе к архиерийскому дому. Впоследствии дом архиерийский был при нем на территории Андреевского собора. И здесь же рядом он все-таки подыскал новые помещения, уговорил несколько именитых людей, которые передали свои здания и пожертвовали деньги. И вот совершенно рядом, через дорогу, и находилось главное здание нашей духовной школы, нашей духовной семинарии, который было, собственно говоря, тогда это место было получено благодатчаянием владыки Игнатия. Он хвалил семинаристов ставропольских. Есть у него удивительная выдержка, где он говорит о том, что кавказские ставропольские студенты отличаются от студентов семинарии Центральной России, которые, ну как бы, так сказать, больше у которых такого вольнодумства, и больше многие из которых похожи на тех бурсаков, недовольных часто своим положением, которых описывают иногда и с такой долей иронии нашей классики. Здесь же он нашел, как он сказал, ребят очень серьезных, цельных, и у которых не было вот этого вольнодумства. Есть его специальные фразы в этом отношении. Поскольку святитель Игнатий был на Кавказской кафедре, это наш главный святой Кавказа новейшего времени, и мы каждый год в день его кончины, 13 мая проводим праздничные мероприятия. Во-первых, это и касается епархии, и в том числе, конечно, он покровитель нашей духовной Ставропольской семинарии. Поэтому праздник и епархии, праздник и духовной школы. И в этом году, тем более в связи с юбилеем, конечно, тоже широко проходил праздник. Это и торжественный акт в драматическом театре, в котором присутствовали архиереи, очень много духовенства, миряния, студенчества. И профессор наш дорогой Алексей Ильич Осипов, профессор Московской духовной академии, прочитал удивительный доклад, который всегда действительно увлекает людей вот в это путешествие о том, каким же путем нужно идти в Царство Небесное, и что является земным временным, что является небесным вечным. Так, если можно сформулировать очень кратко, тема была его доклада. И затем торжественное богослужение, всеночное обдение, после которого на могилах архиереев и бывших ректоров мы пропели литию, пропели вечную память. В самый день празднования 13-го числа мы совершили божественную литургию праздничную в Казанском кафедральном соборе, в которой участвовало 7 архиереев. Это и архиереи нашей митрополии, это и архиереи-выпускники нашей духовной семинарии, это и митропоэт Иерафей, иерарх Илладской Православной Церкви, который привез нам великие святыни, это и часть главы Иоанна Предтечи, а конкретно челюсть Иоанна Предтечи, также и чудотворную икону Зигскую Божией Матери, которая находится в епархии, и этого владыки. И, конечно же, торжества, как всегда, были радостными, и я могу подтвердить, что святитель Игнатий, как всегда, собрал большое количество иерархов, духовенства, мирян, и мы снова вспомнили об этом великом святителе, вспомнили о его трудах внешних, и, конечно, письменных трудах, цитируя его труды, его послания, его письма. Надеюсь, что и под покровом, с помощью святителя Игнатия, и в дальнейшем наши епархии Кавказа будут развиваться для спасения людей, для умиротворения ситуации на Кавказе. И, безусловно, будет развиваться наша Ставропольская духовная школа. У нас 12-го числа было уникальное событие. Мы накануне празднования, считая это подарком, осветили Игнатия нам, только можно благодарить его за это, получили здание, то старинное здание духовной семинарии, в котором когда-то располагалась библиотека и лазарет. Это почти 3000 квадратных метров старинное здание, достаточно крепкое. Ремонт требуется, но не такой, чтобы мы не смогли войти 1 сентября в это новое здание. Это большая радость. И здание находилось у Министерства обороны. И благодарим, конечно, и руководству Министерства обороны, и всех-всех, кто принимал участие в помощи передачи нам этого здания. В данном случае очень сильно поработала Игумене Ксения Чернега, руководитель юридической службы Московской Патриархии. Мы постоянно готовили письма, документы на Министерство обороны, на всех совещаниях об этом говорили. Ну и, конечно, прежние мои предшественники, святители Ставропольские, которые начали поднимать данный вопрос. Ну а мы будем сегодня обживать это здание и только Бога и святителя Игнатия благодарить. Святитель Отче Игнатия, моли Бога о нас! Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok